Итак, следующее на очереди у нас это Position Relative, это так называемое относительное позиционирование. И чтобы вам лучше было его понять, давайте вернемся к той ситуации, когда мы размещали нашу картинку вот здесь, и пока что у нее не было никакого позиционирования. Больше этот блок div с кадром контейнера нам не понадобится, можем его убирать. Дальше возвращаемся в таблицу стилей, убираем свойства для контейнера и меняем здесь, и убираем вот эти все свойства позиционирования для картинки. Пока что оставим просто селектор и посмотрим. Вот мы вернулись к той ситуации, когда у нас просто картинка, как блочный элемент, она занимает всю строку, и следующий идет абзац. Когда мы прописывали Position Absolute, мы получали следующую историю. У нас картинка приподнималась, другие элементы переставали о ней знать и занимали спокойное ее пространство. Теперь поменяем Position Absolute на Position Relative и посмотрим отличия. Сохраняем и обновляем. Смотрим, да, как будто ничего не произошло, как будто у нас картинка так же, как и изначально, занимает свою строку и никому не дает себя обтекать. Но на самом деле это немножко обманчивое впечатление, потому что на самом деле картинка так же приподнялась над остальным контентом, и теперь мы ее можем двигать. Только здесь есть несколько отличий. Во-первых, при таком позиционировании другие теги не могут занимать пространство, которое занимала картинка. И во-вторых, она у нас позиционируется уже не относительно окна браузера, а относительно той позиции, где она была изначально. То есть если мы захотим сдвинуть данную картинку, например, вверх или вниз, мы можем прописать ей так же значение, например, Left 50 пикселей. Давайте напишем Top, допустим, 120 пикселей. И посмотрим, как она у нас позиционируется. И мы видим, что она у нас от своего изначального положения ушла на вот эти самые 50 и 120 пикселей. То есть примерно вот она отступила слева 50 и появился верхний отступ в 120 пикселей. Вот такие два базовых отличия. Первое – это хотя элемент также выходит из общего HTML потока и другие теги перестают о нем знать, то место, которое занимал этот элемент, его все равно другие теги использовать не могут. И во-вторых отличие – это что позиционирование происходит относительно той позиции, где был элемент изначально. Но, как видите, такой способ, он особо не имеет смысла. Какой смысл перетаскивать элемент, если то пространство, которое он занимал, все равно другие теги использовать не могут. И поэтому Position Relative используется обычно в другой ситуации. И сейчас мы посмотрим, в какой, как раз-таки на примере вот этой кнопочки черной, которую мы будем позиционировать. Итак, возвращаем для кнопки New Position Absolute, оставим ее в покое, и оставим здесь ей нули, чтобы она у нас, как положено, ушла в левый верхний угол. Теперь поговорим, как же на самом деле обычно использовать Position Relative. Обычно делается следующим образом. Если нам нужно спозиционировать, например, в данном случае кнопочку вот в этом месте, мы можем что сделать? Мы можем эту кнопочку поместить внутрь блока Header. Изначально, да, просто в HTML-коде мы эту кнопку помещаем внутрь блока Header. Дальше мы этому блоку Header прописываем Position Relative. То есть у нас, по сути, он приподнимается над остальным контентом, но мы ему не пишем Top Left, никаких отступов не пишем. Он у нас стоит на том же месте, по сути. То есть никаких изменений мы не увидим. Но при этом мы нашей кнопке пропишем Position Absolute. И в этом случае мы сможем ее позиционировать уже относительно вот этого блока, в котором эта кнопочка находится. И, соответственно, сможем поставить ее вот в это место. Сейчас мы это все на практике разберем, и вы сразу все поймете. Сейчас возьмем вот это изображение. Из дополнительных материалов файл называется Button.png. Скопируем папку с нашим сайтом и поместим эту картинку внутрь блока Div с идентификатором Header. Открываем HTML-код, находим блок Div с идентификатором Header. И точно так же, как мы вот здесь размещали картинку в блок с идентификатором Content, помещаем сюда, только уже меняем имя на Button, и ширину-высоту проверяем. Так, она у нас 87 на 28. И идентификатор так же дадим Button. И теперь пропишем для данной кнопочки и для Header нужные правила. Во-первых, для элемента Header, если у нас там... А, у нас уже есть. Мы пропишем ему Position Relative. Если мы обновим страничку, для Header мы никаких изменений не увидим, хотя он как бы у нас на самом деле приподнялся над всем остальным HTML-потоком, но так как мы не сдавали никаких отступов, мы изменений не видим. И внутри блока с идентификатором Header вот появилась наша кнопочка. Теперь мы этой кнопке пропишем Position Absolute и сможем ее позиционировать уже относительно блока Header. Так, мы создаем новый Selector Button. И для него уже прописываем Position Absolute. И сразу нам понадобится Left и Top для позиционирования. Так, и теперь остается только нам замерить вот эти позиции по отступам. Берем линейку. Так, и я двигаю ее до вот этого момента. То есть мне нужно 294 пикселя отступить от левого края. И пока что 0 оставим от верха. Меняем здесь на 294 пикселя. Сохраним и проверим результат. Итак, мы видим, что у нас позиционируется элемент на самом деле относительно блока Header, не относительно окна браузера. И это то, что нам и нужно. И теперь осталась последняя задача – приподнять его выше, то есть чтобы он вышел за пределы блока Header. Делается это очень легко с помощью отрицательных значений. Мы знаем, что у нас высота данной картинки 28 пикселей, то есть половина – это 14. И если мы пропишем для значения Top минус 14 пикселей, то у нас элемент выйдет за пределы контейнера своего родителя на эти самые 14 пикселей. Обновим. И вот он у нас вышел за пределы контейнера на 14 пикселей. По идее, мы, конечно, могли разместить эту кнопку с помощью абсолютного позиционирования, но здесь уже могут возникнуть сложности. Там пришлось бы нам использовать проценты, потому что если бы мы так же, как вот эту картинку, пытались бы разместить эту кнопочку с помощью абсолютного позиционирования, то если ширина окна браузера у пользователя сменилась бы, то есть он, например, уменьшил ее или раскрыл браузер на полностью весь свой экран, то у нас в пикселях невозможно было бы предугадать, где окажется вот эта кнопочка по центру нашего блока или не по центру. Приходилось бы использовать там 50% с левого края, какие-то там проценты. И это все усложняет задачу. Поэтому вот когда такая ситуация, намного проще использовать относительное позиционирование. То есть у нас есть какой-то блок, который всегда остается в этом месте экрана, и мы вот эту кнопку уже позиционируем относительно этого блока. И куда бы ни съехал этот блок, кнопка все время будет в том месте, где нам и надо. Это вот что касалось относительного позиционирования. Как видите, ничего сложного в нем нет, зато оно дает очень много возможностей. На практике мы будем пользоваться постоянно. На этом здесь все. Нас ждет еще фиксированное позиционирование, о котором мы поговорим в следующем уроке. Спасибо. 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 Спасибо.